Какие о чем? В том-то и дело, что ни о чем, как обычно. Да, в теории каждый мог бы родиться в аниме-мире, но не повезло, тебе не повезло, потому что тебя явно слепили в 3D программе, в максе, наверное, явно. И еще и это, запекли хуево, он, блять, нормально лезет по ебалу по-твоему, зарендерили вообще через пизду, короче. Мы люди, мы умные, мы нашли выход, мы проникли в 2D мир, мы нашли его, это же параллельная как бы реальность, понимаете? С нами, вот, она двумерная, так что, а вы что думали, это люди, что ли, нарисовали наивные? Нет, конечно. И они не знают еще, что мы на них дрочим, вот у них будет сюрприз. Есть ли в этом хоть доля нормальности, в том, что ты дрочишь на такие вещи, а? Потому что вы думаете, нет, а масоны не спят, масоны не спят, это все неспроста. Вот пока вы трахаете виртуальных баб, реальные, знаете, что делают? Они перестают следить за собой, брить ноги, берут вилы, в политику лезут, власть пытаются захватить. Вы думаете, он лифанс, как появился-то, а? Вот так вот, все. Охуеть. Недолго нам осталось, мужики, да? Вы скажете, а почему только мужики? Бабы тоже, ну, как бы, шликают на аниме. Соглашусь, пускай дрочат. Мы сейчас, нам нет до них дела. В подобной ситуации, блядь, сейчас шлюхи пишут, подождите, надо ответить. Пошла в пизду, я от тебя заразился хламидиями, сучка, блядь. А я и в гондоне был, прикиньте, а все равно попал. О чем я? Да, о хламидиях. Вот в такой ситуации у парня два всего выбора. Это либо спиться, либо анимешником стать. Причем каким? Понимаете, я не осуждаю. Да, есть человек, вот он, ему нравится просто, ему нравится сюжет, контент, еще что-то. И вот он вот это все любит, понимаете? А есть, которые глубоко туда погружаются, прям полностью, я бы сказал. Такой двойной penetration, погружение прям, да? Что со мной произошло? Я как увидел превью этих, как их, блядских фильмов, знаете, на сайтах, мне не повезло с анимой. Я считаю, много есть хороших наверняка фильмов и так далее, но мне не повезло. Я, значит, на что наткнулся? Знаете, как он называется? Стать любимой собачкой. Пиздец. Я наутро в гольфах проснулся, анимешных. Я, блядь, такой думаю, что, кто надел, что произошло? Но потом я расслабился, вспомнил, что это я просто бухой, чуть до ушей, носки свои эти вонючие не надел на ночь зачем-то. И эти гольфы на мне смотрелись, конечно, но мне же понравилось, сука. Даже хвост себе хотел купить, блядь. Вот до чего можно дойти. Вот так в фембойфы превращаются. Кстати, мультик полный трэш. Знаете, в чем сюжет? Я такой, вот, может быть, вы и часто смотрите, а я нет. Поэтому первый раз практически такое вижу. Не думаю, что люди до такого могут дойти, конечно. Дебанаты. От первого лица весь сюжет. Собачка. От первого лица. С человеческими мыслями собачьими. Лезет, сука, своей хозяйке в трусы. А та, сука, не против, понимаете? А я считаю, это добро не доведет. Вот вы думаете, ты, блядь, нихуя не знаешь и осуждаешь. Ничего подобного. Я прежде чем осудить, я... Ээээээ... Блядь. Я... Проникаюсь. Я погружаюсь в эту проблему. Потому что... Что я делаю? Я взял и обклеил всю свою комнату аниме Тян. Просто, чтобы понять, каково это. Не скажу, что мне понравилось, но... Ну да, я подрочил. Ну и что? Это происходило до тех пор, пока мать не увидела это. Спросила, что за дерьмо. Я сказал, а... Это... Это... Я наспор. В смысле наспор. Я говорю, ну, это... Сам с собой поспорил. А у меня же со второй личностью. Она такая, а, ну ладно, тогда хуй с тобой. Ничего страшного. Ну я все это, конечно, сорвал, сжег. Подрочил еще раз, но сжег все равно. Где мужики? Вы же это... Вы что? Вы, блядь, думаете, вы будете... Ставьте реальные цели. Не фантазируйте, что вы однажды женитесь на такой вот там фуре или еще каком-то. Это опасно для жизни. Ставьте реальные, даже завышенные цели какие-то. Блядь, лампа светит, пизда нахуй. Блядь, загар сетчатки получил. А, блядь, сейчас темно как-то. Я говорю, реальные цели ставьте. Купить самолет, например. Это фантазия, но, тем не менее, можно жить в этой фантазии. Она охуенно. Она охренительная, понимаете? Это даже более реально почти. А не какую-то там ерунду. О чем вы фантазируете? А повышение на работе? Цель. Хуй тебя будет по повышению тебе. Вот друг у меня, да, Диман? Я говорю, ты что с тобой происходит? Вот скажи мне. Я говорю, ну ладно, я там наркоман. Но ты-то что с тобой? Вот у тебя... Ты кем вообще раньше хотел стать? Ты помнишь, нет? Какая у тебя была аватарка в Стиме? Ну, крутяк. А это что сейчас? Что это такое? Это как... Кто такая? Дочь твоя будущая? Я говорю, какого хера? Ты сейчас, когда делаешь эйс на Дасте, ты, блядь, кричишь няпока вместо своего прежнего сосать, суки. Вот так друзей и теряют. Да, я ему елдак даже подарил. В шутку, конечно, но он все равно не оценил. Поэтому я себе его оставил для коллекции. Я говорю, бросай. Вот знакомый был на заводе. Мужик, мужичарый, бать, качан просто. Ну, качан в смысле, качок. Качаняра такой. Волосатый пиздец. Вот. Я когда в телегу его добавил, у него там, блядь, все в аниме. Он меня даже к себе звал, но я что-то боюсь таким людям ходить. Хотя вот оказалось, мужчинка какой. Со стороны вроде гора. Ебало снесет. Непонятно зачем. А внутри он... Охигау. Тяун. Так вот пацаны в фембойфы превращаются. Если он в следующий раз будет ходить на смену, блядь, в чулках. Ну, это сексуально, в принципе. Мне нравятся волосатые мужики в чулках. Я вот думаю, это, блядь, накуриться, что ли. Не знаю. Какая хуйня. Как вы это курите, я не понимаю. Я вообще не понимаю, зачем вы, блядь, какой вред от этого всего, от ваших одноразок. Ужасный. Блядь, это спина. У деда уже спина не держит. Какой вред от этих одноразок вы получаете? Вот сами подумайте. Нахрен вам это надо? Здоровье свое погубите. Лучше бы книжки читали. Вы вот послушайте какое-то видео про то, что это очень вредно и какое-то более подробное, с научными разъяснениями, какими-то фактами и так далее. И описанием процесса, который происходит в вашем организме, когда вы начинаете затягиваться. И все. И вы бросите. А потом вы зайдете на стрим, например, а там чувак сидит, пыхает. И вы такие, блин, кайф. И снова вернетесь к этому. Понимаешь? У тебя с утра какая мысль раньше была? Подрочить. А, нет, нет. Наверное, встать просто с кровати хотя бы живым. А сейчас рука тянется. Куда? Не за стаканом воды, а вот за этой херней. Одноразовый. Первый вдох. Заряд на весь день. К чему я это? А, про аниме. А че я про аниме-то говорил? А, я это объявление, в принципе, хотел сделать. В воскресенье выкупили аниме, это, стрим. Вот, приходите. Это. Вместе подрочим. Да. Вместе подрочим. Да. Продолжение следует...